Продолжение следует... Целиком из работы, все-все-все, что там было, все убрано. Сейчас эти поверхности после обработки рондофлексом 27 микрон с водой. Поставлены три матрицы, зафиксированные желтым и белым клинышком ТорВМ, тонкие. И есть глубокий дефект, уходящий под десну, практически в фуркацию, на нёбном корне зуба номер 16. Сегодняшняя суть всей работы будет в том, что мы зафиксируем периметр двух матриц вокруг корня 15 зуба при помощи якорного клампа WV2, поставленному на края матриц, чтобы они замкнулись как будто, ну, типа колечко. Но не как-то Фельмайер, а вот просто такой вот с выпуклостями. Это очень хороший, выгодный для клинической работы вариант. Сейчас мы его вам покажем. На корень зуба 15 поставлен кламп ТорВМ WV2. Так как я и предполагал, он очень хорошо плотно замкнул периметр двух матриц контурных анатомических ТорВМ на вестибулярной стенке вперехлёст одну-другой. Без единого какого-либо лишнего движения. Это очень легко производимая манипуляция. Просто имейте это в виду. Это очень помогает в работе. Очень хороший плотный охват. Быстрая возможность смоделировать периметр для вот такого вот билдапа. И это очень здорово. Дальше будем разбираться с 16. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok